Всем привет, друзья! Отличного всем настроения! Я Алена, если меня помните. Привет! Сегодня ко мне пришёл Тимур. Тимур, если что-то болит, тебя что-то беспокоит? В этот раз я по делу пришёл. У меня с утра стало затекать шея. Я, походу, как-то криво сплю, плюс езжу на велике много с рюкзаком. И как-то тянет её. Вот с утра стою, сам себя массирую, вот решил прийти. Даже не планировал снимать, просто хотел прийти на массаж, потом думаешь, что бы не показать. Почему бы не совместить полезное с приятным, да? Ну тогда давай начнём. Сейчас проработаем шейно-воротниковую зону. Посмотрим шею, посмотрим трапеции. И, если что, в видео буду всё объяснять и рассказывать. Руки у меня уже были помыты, если что. Если ездить с рюкзаком, ноги в напряжении, спина должна быть всегда ровная, подготовленная. Здесь уже видно, что пальцем, что триггерные точки и мышца очень сильно загружена. Она жёсткая. Да, я на массаже спины не был довольно давно для себя. Даже если посмотреть с этой стороны или с этой, Тимур достаточно ровно лежит. Если обратить внимание на эту лопатку и на эту, то здесь мышца намного больше надутая. И она чуть-чуть воспалённая. Она больше, чем с правой стороны. Что мы должны сделать? Мы должны её проработать, прогреть, растянуть, чтобы кислород и кровь пошли в голову. Кушетка скрипит. Да, вот тут даже больно. То есть обычно, да и никогда не больно. Она... Все знают. Мышца очень жёсткая. Да, тут вот прям... Сильнейшее скрепление идёт. Вот так расположены мышцы. Они держат лопатку, обхватывают. Либо акцент просто на левую сторону. Больше, может быть, с левой стороны таскаешь рюкзак. Бывай же сейчас на одну сторону. Ну, скорее всего, там просто перекос. Лямка, типа, одна корочка, другая длиннее. Потому что здесь мягче даже. Я её чувствую, там воняет. Нет такого ощущения, что он ноги тянет, допустим. Или одну из... Да нет. Здесь рука легко. Складывается. Лопатка разгибается, открывается. Видно, что правая сторона не сильно спазмирована. Чего не могу сказать по левой стороне. Таким вот, рука так же ложится. Но напряжение чувствуем больше. Ну да, и тут вот она этой дочке прям болит. Это при том, что я сам себе... Стараешься разминаться. Ну, я прям, да, сильно, ну, там, искал с этой треверной точки. Ну, сейчас буду писать в комментариях, типа, постоянно ходишь. Но у меня нет такого, что я вот хожу там, допустим, хотя бы 5 раз подряд, и я вот не одну зону делаю. Начнём с того, что ты ходишь постоянно к разным специалистам. Да, на всё подряд. На всё подряд. Это, во-первых. Во-вторых, лечебный курс, оздоровительный курс, он должен состоять хотя бы 8-10-12 процедур. Одного и того же массажа, желательно по лимфе, с разгоном лимфы. Поэтому... Так, одну вы решили, у тебя ноги помассировали, другую голову отвернул. Четвёртые уши покрутили. Делаем больше акцент на левую сторону, там, где болит, там, где спазмировано. Делаем больше акцент на левую сторону, там, где болит, там, где болит, там, где болит, там, где болит, там, где болит. Будет тянуть. Угу. Вот здесь я веду мягко, а здесь она прям как-то щёлкает. Смотри, мягко. Здесь нажимаю, не больно? Нет? Там какие-то болевые точки, они ближе к позвоночнику будут. Угу. Вот так. Понял. Ну, потому что от них отходят мышцы от позвоночника. Некоторые маленькие. Так, я тебя передаю. Здесь болевые проблемы. Нет. Напряжение чувствуешь? Ну, чувствую, что-то. Здесь? Не тянется. Или тут? Угу. Здесь, в руке. Вот здесь. И ну... Лопатка очень легко и хорошо двигается. Здесь идет триггер даже с хрустом. Дальше пальцы. 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 Расслабляй. Чувствуешь какое-то напряжение где? Ну так нет, но стандартное, что руки тянутся. Дальше пальцы. Дальше пальцы. Дальше пальцы. Дальше пальцы. Ну там рядом, короче, выливает очень. Рядом. Вот это да. Ну да. еще и достаточно мягкая уже ты по хорошему когда приходишься всем спортсменам на заметку или людям которые без спорта только начинают им заниматься если есть такая возможность нужно лечь в горячую ванну если нет никаких противопоказаний с морской солью или с обычной пищевой солью тело отдыхается мышца нагревается и чувствует себя намного лучше желательно это делать перед сном потому что ты разомбляешься в горячей воде и хочется пойти спать холодный дур бодрит горячая ванна расслабляет сделали натяжение шейного отдела а а а а а а а а расслаблять расслабление собой вообще ложись поудобнее не получится дождей я хочу еще вот немножко это чтобы не ты специально делал а ты был расслаблен расслабься чуть-чуть натянем ты держишь мне не держи расслабил его тебе когда ты назад опрокидывал было больно или наоборот вперед тянуло именно вперед но я думаю что проблема как раз в том что я назад тяну когда на велике сам веришь ты вперед смотришь получается из-за того что руль туда путем теперь а ты вообще в такой позиции долго находишься из-за этого проблемы тоже тебе удобно держишь? да хорошо 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 так partnerships Спасибо. 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 Давай, наверное, сядем тогда на стул. Замочек мы делаем. Чуть пониже. Делаем глубокий вдох. Резкий выдох. Вот так. Хорошо. Позвонок один у нас на месте с шеей. Теперь мы шею расслабляем. О, как хорошо. Хорошо. Она выглядит красотой что-то делает. Расслабляй. Сейчас тянет. Не тянет шею. Не так? Нет. Шею ставим. Давай теперь ляжем в одежде и я немножко порастягиваю тебя. Я просто проверяю и расслабляю. Ничего ломать не буду. Проверим тебя на гибкость. А то вдруг тебе уже гибкость убрали все массажисты. Расслабляй. Дышим. Дышим, выдыхаем, дышим, выдыхаем, дышим, выдыхаем. Расслабляй. Отсюда прямо без спar�а. Выдыхаем. Угу. 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 Предыдуть danach в крови. А то лежать формы. Ужимаем. Выдыхаем. васrecина Divoritch. Угу. Угу. Руки максимально удобно, ногу одну на весу, на весу прям виси, отдыхаешь, не обязательно тебя двигаться, просто сам расслабься, расслабляйся, все, вот как хорошо, давай, чтобы висела рука, висела, ты отдыхаешь, на другую сторону, в принципе, это все можно сделать в домашних условиях про мишей, маму себе или соседу шею доверять нельзя, потому что нужно чувствовать, нужно знать, радиус, на который можно, круто, ну, здесь, все, хорошо, давай ножку обратно ко мне, руку сюда, руку сюда, ногу ко мне, ко мне, ко мне, все, ложись на живот обратно, Сейчас ты сзади берешь ручки в замочек Терпишь, дышишь, выдыхай Так, ну, спину мы трогали, спине мешать нечего, не хрустеть шею мы ставили Так, теперь ты держишь меня за руки, подожди Держи, не отсыпайся Ты не левша, Тимур? Нет Такое ощущение, что у тебя левая сторона сильнее, или из-за того, что она зажата сейчас, хотя уже, в принципе, немножко рожать должны с одним сеансом Вот эту ножку вот так Мы еще так не проверяли Натяжение есть в паховой мышце Как на растяжке мы Эту ножку сюда И тянем Наверное, это неэстетичное фото, да? Другой стороны попробуем Здесь так же Бывает, обычно, что в одной стороне расслабьем Загибаем коленку Загибаем коленку Бывает иногда, чтобы с одной стороны мышца растянута больше, чем в другой Так Покажем красивые, сильные мышцы Другой стороны мышцы Ну, давай сделаем складочку с тобой Садишься, тянешься к носочкам Ого, это я не люблю У меня все Вот, я сижу, типа, уже тянут Да ладно Ты вроде такой тянучий Что, все, что ли? Нет Ну Вот это мне не очень нравится Скажи Выдыхай Сейчас будешь ехать Ложись В каком-то видео я помню, что я тебя крутил складывал Ты был в фиолетовом костюмчике Прям достаточно гнулся, спину не проверяли Ну, мы закончили небольшую диагностику Тимур пришел с проблемой шейно-воротниковой зоны Конкретно с болью в лопатке в шее с левой стороны Проработали, посмотрели Вы сейчас все увидите сами И сделали легкую диагностику на растяжение мышц Проверили, есть ли застой в теле, в коленках Ставили на место шею, шейные позвонки Все увидите Желаю удачи Ну все, сейчас чувствую себя получше Может быть, еще приду для закрепления результата Спасибо Все, до новых встреч